В Минске сегодня работает контактная группа по урегулированию кризиса на востоке Украины. Главное, о чем пока удалось договориться представителям Киева и народных республик, это прекращение огня поселка Широкино. Он был одной из самых горячих точек Донбасса, и вот 12 часов там уже не стреляют. Сложить оружие силовики должны были в районе Донецкого аэропорта. Туда сегодня отправились наблюдатели ОБСЕ, чтобы на месте контролировать процесс извлечения тел погибших. Об этой поездке заранее знали все стороны конфликта. Группу сопровождали военные и журналисты, но работать все равно пришлось под огнем. Репортаж Анатолия Майорова. Больше 10 машин ждали разрешения на въезд полтора часа. В зону едут журналисты, сотрудники ОБСЕ и Красного Креста, но это еще не гарантирует их полной безопасности. Вопреки Минским соглашениям, Донецкий аэропорт до сих пор обстреливает почти ежедневно. Украинская артиллерия работает с позицией под Авдеевкой, из так называемого «муравейника» холма, за которым стоят части ВСУ. Главная причина, по которой поиск тел погибших экстремальное, а потому и редкое мероприятие. Боец с позывным «Нефет» охраняет терминал уже полгода. Говорит, что разницы в калибрах украинской артиллерии до и после Минских соглашений нет. 120-е минометы, Д-30, Гаубица, Грады, то есть САУ-152-е. То есть вот это вот все стреляет до сих пор. Тела были обнаружены при разборе завалов здания старого терминала Донецкого аэропорта. Понятно, что где-то здесь останки десятков солдат, но вот когда их найдут и эвакуируют, большой вопрос. Эвакуации мешают непрекращающиеся атаки территории аэропорта со стороны украинской армии. Сейчас мы попали в затишье, в так называемое окно, но только благодаря тому, что здесь вместе с нами находятся специалисты Центра по урегулированию конфликта, в том числе со стороны Украины. На месте захоронения самодельный крест. Его поставили бойцы батальона «Сомали», которые и наткнулись на останки тел и фрагменты украинской формы. Полковник Лишинский, официальный представитель Украины в совместном центре по контролю и координации, настроен тем не менее скептически. Прямых доказательств, что это украинские солдаты нет, значит выводы делать еще рано. С грохотом взрыва где-то неподалеку рушатся данные час назад гарантии безопасности. Внезапный огонь с той стороны – характерная особенность зоны аэропорта, та, о которой всех предупреждали. Украинский полковник срочно связывается с кем-то по мобильному. Артиллерия тотчас затихает. Еще через пять минут внезапный залп приобретает мифический, если не сказать мистический, характер. Стопроцентное соблюдение минских договоренностей, не нарушение режима прекращения огня. А кто ты сейчас стрелял? В кем-то вверх? Ну, я не могу сказать, кто стрелял. Ну, разрыв в воздухе был. Ну, насколько я понимаю, выстрел был от кем-то, да? Ну, выстрел, да, где-то близко здесь. Там позиция называется, их называют муравейник. Вы думаете, что это с муравейника был выстрел? Ну, мне отсюда тяжело определить, откуда был выстрел. История с вовремя остановленным обстрелом всего лишь показатель общей ситуации. По такому же сценарию внезапно, без причины, в основном со стороны Авдеевки летят снаряды на жилые окраины Донецка. И там уже нет украинских командиров, которые по телефону могут остановить атаку. В условиях круглосуточной непредсказуемости тот же Красный Крест не рискует начинать масштабные поиски тел погибших. Главная проблема в не без того сложной работе в этой зоне. С конца февраля Минобороны ДНР приглашает нас к совместному поиску останков. Работа очень непростая. Процедура идентификации – длительный процесс. Мы собираем тела по фрагментам, и сейчас мы пока даже не можем сказать, сколько уже погибших мы здесь нашли. Основное место перспективных поисков – цокольный уровень нового терминала. Там могут находиться десятки тел погибших. Чтобы их найти, экспертам нужно разбирать завалы. Украинской армии нужно перестать стрелять. Анатолий Майоров, Денис Костюк и Виктория Григорьева. Пятый канал из Донецка. Участники саммита Восточного партнерства все-таки подписали итоговую декларацию. Обсуждение текста было непростым. Процесс затянулся настолько, что даже сдвинулась вся программа форумом. В итоге под документом не хватает нескольких подписей. Далеко не все согласились с антироссийскими формулировками. Да и ожидания от саммита, по крайней мере, двоих президентов не оправдались. Киеву и Тбилиси отказали в свободном въезде в Европу. За рижскими событиями следит наш корреспондент Константин Рожков. Костя, здравствуйте. Так что же, это раскол Восточного партнерства? Да, можно сказать и так, это раскол. Ведь саммит уже закончился. Но до сих пор в куларах идет бурное обсуждение вот этого самого документа. Это и есть та самая декларация, под которой отказались ставить свои подписи представители Армении и Белоруссии. Мы ее почитали действительно там на второй странице под пунктом номер 4. Говорится, что Евросоюз остается привержен своему собственному заявлению от 27 апреля 2014 года о, цитата, незаконной аннексии Крыма. И вот именно это стало камнем преткновения. В итоге Армения и Белоруссия приняли отдельное заявление, в котором указано, что эти страны не согласны с некоторыми формулировками от итоговой декларации. А министр иностранных дел Белоруссии, который возглавлял делегацию этой страны здесь на саммите, вообще сказал, что тот факт, что Крым теперь в составе России, это та реальность, которой необходимо считаться. В итоге из-за всех этих споров насчет формулировок очень серьезно задержалась итоговая пресс-конференция. И появившийся на ней председатель Европейского совета Дональд Туск попытался сделать вид, что на самом деле ничего необычного не произошло. А все эти жаркие споры и задержки всего лишь рабочий момент. По поводу нашей коллективной декларации, для меня возникающие вопросы по ней совершенно естественны, потому что вокруг наших стран складывается довольно сложная ситуация. Как вы знаете, еще со времен Вильнюсского саммита общая ситуация сильно изменилась, но наши намерения по-прежнему неизменны. У президента Украины на саммите сегодня своя очень насыщенная программа. Он уже успел провести трехсторонние переговоры вместе с Ангелой Меркели и Франсуа Аландом. Говорили о ситуации на Донбассе. Кроме того, он присутствовал на подписании соглашения, по которому Европейский Союз обязуется перечислить Украине еще почти 2 миллиарда евро финансовой помощи. При этом сам Порошенко пообещал, что эти деньги не будут использованы для ведения войны на Юго-Востоке. К этому моменту украинский президент был на ногах уже несколько часов, вероятно, он устал и чуть было не начал отвечать по-русски. Хотя до этого демонстративно высказывался только на английском, либо на украинском мове. Прежде всего 1,8 миллиарда евро направляется не на возврат оккупированных Российской Федерацией территорий, направляется в первую очередь на то, чтобы обеспечить финансовую подушку, фундамент реформ. И эти реформы будут состоять в том, что мы будем демонстрировать дальнейшие шаги для обеспечения борьбы с коррупцией, демонополизацией, диолигархизацией Украины. На саммите Верегии сегодня присутствовал и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Вот его поведение продемонстрировало, какие на самом деле разные процессы сейчас происходят внутри Европейского Союза. Если с одной стороны такие страны, как Украина, Молдавия, Грузия рвутся в ЕС, то вот Великобритания, судя по всему, движется совершенно обратным путем. Как заявил премьер-министр, он собирается провести референдум о выходе из Евросоюза до конца 2017 года. И подводя итоги саммита, еще раз отметим, что это впервые в истории Восточного партнерства, когда не все страны подписали итоговую декларацию. По сути, действительно, мы сейчас стали свидетелями раскола. С одной стороны, есть три страны из бывшего постсоветского пространства. Это Украина, Молдавия, Грузия, которые по-прежнему собираются идти путем евроинтеграции. С другой стороны, есть Армения и Белоруссия, члены Евразийского экономического союза. А также есть Азербайджан, который сейчас старается проводить вообще нейтральную, независимую политику. Коллеги. Спасибо. Константин Рожков из Риги, где сегодня завершился непростой саммит Восточного партнерства. За последний год Украина окончательно стала страной-банкротом, которая погрязла в коррупции и не способна на реформы. Такую оценку работе нового правительства в Киеве дают американские эксперты. На страницах авторитетного издания New York Times сегодня вышла без преувеличения разгромная статья об итогах переворота на Майдане. Журналисты открыто признают, что вместо обещанных перемен на Украине все так же разворовывается бюджет, а противостояние олигархов только обострилось. Украина остается страной, глубоко погрязшей в политическом и экономическом хаосе. Украинское правительство сейчас настолько слабое и хрупкое, что вообще не способно создавать целостное государство. И без того слабая экономика продолжает рушиться. Даже всех обещанных Западом кредитов может быть недостаточно, чтобы удержать страну на плаву. Доверие украинцев к своему правительству уже упало. Даже европейские союзники разочаровываются все больше и больше. Журналисты отмечают, что контролировать порядок на Украине сейчас просто некому. Вместо реформ в прокурорских и милицейских рядах проводятся чистки неугодных, а судебная система остается насквозь коррумпированной. В стране процветает бандитизм и регулярно происходят политические убийства. Президент Порошенко наживает себе гораздо больше врагов, чем соратников. Аналитики констатируют, что от сегодняшнего Киева не стоит ждать ничего, кроме новых разочарований. Новый поворот в деле о махинациях в петербургском метро. Суд наложил арест на имущество главы компании Владимира Горюгина, которого подозревает злоупотребление полномочиями, из-за чего городской бюджет недосчитался сотен миллионов рублей. В случае признания вины конечной станции в карьере потомственного железнодорожника может стать следственный изолятор. Под подозрение попал и один из подчиненных Горюгина. Его имя пока не называют в интересах следствия. По этому эпизоду сегодня прошли обыски в главном офисе метрополитена. Максим Урозаев о подпольных миллионах. В офисе петербургского метрополитена судебные приставы снова ищут документы, деньги или хотя бы следы тех 466 миллионов рублей, которых недосчиталась контрольно-счетная палата в бюджете метро. Сегодня обыски возобновились, поскольку в деле о злоупотреблении полномочиями, помимо главы подземки Владимира Горюгина, появился новый фигурант. Его имя не разглашается в интересах следствия. Известно ли, что это один из топ-менеджеров компании? Известность самому Горюгину принесла станция метро Адмиралтейская. Одна из самых новых и самых дорогих в Петербурге. Как выяснило следствие, строительство вестибюля могло обойтись городу дешевле почти на полмиллиарда. Несколько месяцев назад стало ясно, эти деньги исчезли из бюджета. Глава подземки превысил служебные полномочия. Это намерено доказать следователи. Следствием приняты исчерпывающие меры для обеспечения возможного возмещения ущерба, причиненного городу Санкт-Петербургу. Арестованы принадлежащие подозреваемому Владимиру Горюгину денежные средства в размере более 31 миллиона рублей. Денежные средства в иностранной валюте. Под арестом с этого дня и имущество Горюгина, загородный дом, надо понимать, дорогой, личный автомобиль Toyota Land Cruiser, три участка в Ленинградской области, нажито немало, но недостаточно, чтобы покрыть даже треть суммы ущерба городу. При этом глава подземки не потерял самое ценное, пост, на котором он уже четверть века и продолжает работать. Руководство метроплиты в обычном графике все находятся на рабочих местах и проводились опыски и выемка документов из комнаты архива. Изъятые документы должны объяснить, как так получилось. Строили несколько новых станций метро и вестибюли к ним, а в итоге возвели еще и торговые комплексы в несколько этажей каждый. Выходит, бюджетные деньги практически из-под земли достали и использовали не по назначению, для наземного строительства. Меня удивляет, что за 20 лет, это только сейчас стало понятно, то, что строительство новых павильонов станции метро, это чистый криминал, который связан с уводом большого количества городской земли в частную собственность и разрешением на строительство абсолютно не относящихся к городскому хозяйству объектов. Кому уходила вся эта прибыль, если город получал с этого копейки? По оценке аудиторов, даже самая высокая арендная ставка коммерческих помещений в вестибюле метро занижена в 20 раз. Метрополитен пытался оспорить эти цифры и результаты проверки контрольной счетной палаты в целом, но арбитражный суд оставил предписание аудиторов без изменений. Сначала была первая волна, а в результате выявлены расследования, ведь расследования работают с документами. Появляются новые эпизоды, появляются новые лица, да, и постепенно эти лица переходят уже из свидетелей в подозреваемых, появляются, купируются новые, новые уголовные дела. Да, и для счетков может переходить дальше. Может потом через 60 миллионов превратятся в миллиарды, как это было с московским метрополитеном. Эксперты уверены, это лишь эпизод большого преступления. В деле метро в ближайшее время обязательно обнаружатся новые подробности. Напомню, всего во время проверки документов метрополитена аудиторы недосчитались 9 миллиардов рублей. Эти деньги были выделены для строительства под землей, но будто исчезли в воздухе.